Здравствуйте, дорогие друзья, и лазив недавно по ютубу, я нашёл песню от школьников про сталкер. Я открыл видео, и у меня началась истерика, и я выключил видео, решив, что оставлю это для нового видеоролика. Сегодня я вместе с вами посмотрю на творение юных сталкеров в сфере музыки. Сразу скажу, что я вообще не слушаю музыку, мне не интересны никакие жанры, кроме... О, да, это то, ради чего стоит жить. Для нас будут петь сразу два цыганёнка. Ну что же, давайте глянем. Отличное начало, просто шикарное интро. А вот эта бандикам надпись вообще сюда отлично вписывается. Здравствуйте, с вами новый дилерон и мой друг Ваня, который будет сегодня петь сталкер, чистое небо. Ладно. Блин, друзья, как же я с этого ору. Вы просто посмотрите на это лицо, боже мой. Мало того, что он ставил интро какого-то там ютубера по Майнкрафту, назвался им, так ещё и боже мой. Ладно, включаем минусовку. Если ничего некоторые учиться не хотят, кино американскому насмотрелись, или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе бахоман. Ни о чём думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. У меня истерика. Боже, просто. Челик включил песню и кривляется под неё с пистолетом в какой-то непонятной куртке в кепочке. С таким нелепым выражением лица. О боже, убейте меня. Кус в крови, причём ноют нас в крови. По четвёртому и скваду уже давно волки воют. Волки воют. Посади рыжий лес. В душе вес воскрес. Страх, мёртвый тишинник. Брат такой беспалённый в кадре появился. Боже, у этого пацана великое будущее. С такими движениями, как у него, он может спокойно выступать на сцене. Но если серьёзно, он даже не знает слов. Он просто шевелит ртом и всё. И когда такие там моменты, типа, ооо, он такой сразу, вчух, берёт и, не знаю, руками машет. Я не понимаю, что? Зачем? Зачем это было снято? Если вы думаете, что, блин, Флодар, нахера ты докопался до детей, которые снимали там видео за 2011-2012 год, то, у меня для вас плохие новости. Это видео 2015-го. 15-й год, это важно. То есть, ему всего там, сколько, 2 года. Ну, вот оно, 19 сентября было выложено, следовательно, да, 2 года. И, ну, блин, 2015-й год. В это время уже на Ютубе вовсю представил годный контент, там, качество, все дела. Тогда уже там, летсплей в 15 фпс, 360 пи, плохом качестве, там, с углами чёрными по бокам. Это уже зашквар считался? Если бы, конечно, они выложили это реально в 2011-м году, то тогда, может, и зашло. Знаете, я ожидал то, что там, когда будет петь женщина, там, вылезет какая-нибудь их трёхлетняя сестра и будет петь. Не, ну, если серьёзно, на это видео я наткнулся абсолютно случайно. То есть, иногда меня пробивает на ностальгии. Я смотрю какие-нибудь, там, древнегреческие видосы, которые были залиты, там, 8 лет назад, 7, 6 и так далее. А, там, типа, а-ля приколы в Сталкере, там, человека в текстуре распидорасило, и, да, это смешно. Ну, или там, вот, песни старые, а-ля вот Чистое Небо, как раз-таки. Думаю, ну, многие её слышали. Да какие многие? Я думаю, все её слышали. Когда я вбил Сталкер в Чистое Небо, мне предложило ввести вариант Сталкер Чистое Небо песня. Ну, я нажал, типа, ну, чтоб уточнить, а то вдруг там сейчас вылезут всякие прохождения по Чистому Небу. Ну, и нашёл этих пацанчиков. Пацанёнок, по-моему, в этот момент начал осознавать, что он вообще делает, куда его затащил старший брат. Ну, боже, вот вы только посмотрите на это выражение лица. Он прям молит Бога, такой, а-а-а, забери меня отсюда. Небо в конвульсе, сквозь ливень вузья. Чувство металла, вкус не чувство пульса. Вылаз ты за артефактом, самое время для фарта. Дойти бы живым мне с этого старта, торгашь. Что? Почему я это сделал? Я не понимаю. Вот просто, вот серьёзно. Они даже не понимают, о чём в песне идёт речь. Они просто кривляются, они просто показывают рандомные движения под песню. И, ёпт, вы иметь, убейте меня. А мой АК не заряжен, чёрт вас лажал, но я-то сталкиваюсь со стажем. Это не трудно, сорвать джек-пот на секунды. Встаю, тащу из кармана, ножик попутно, выстрел, не помню, а он был или не был, а? Он, наверное, даже не знает этих слов. Ну, серьёзно, для него это, по-моему, слишком жёстко. Даже я, в своём возрасте, у него уже скоро будет 17, я до сих пор иной раз не понимаю некоторых слов в этой песне. Ну, если, конечно, мне не врубить субтитры. Ну, например, совершенно недавно я узнал, что там, когда он шмонает трупы и говорит там, что тут у нас хорошо, а водка, ну, или что-то такое там было, я только сейчас понял, что он говорит про водку. Типа, он лутает труп, и он нашёл водку. До этого я думал, что он говорит про какую-то наводку. Ну, блин, типа, дальше уже становится немного скучно, потому что пацанчик просто шевелит ртом и мотыляет головой. И, ну, пока что ничего интересного, но я думаю, дальше будет что-то крутое, надеюсь. А я всегда так мечтал, увидеть чистое небо. Они даже не знают, что там, типа, ну, челик, по сути, умер, то есть его застрелили военные. Но нет, пацанчик стоит и трясёт пистолетиком под автоматной очереди. Увидеть чистое небо. Так, он посмотрел направо, значит, сейчас его выйдет брат и, по-моему, в песне сейчас будут слова болотного доктора. Сейчас что-то будет. Надеюсь, хоть брат не обосрётся и покажет нормальную актёрскую игру. Дед старого прокуренного деда, подшкольника такого. Боже мой. Неужели он погиб и указывает на сзади стоящего брата? Ну, конечно, да, этот пацанёнок хоть и постарше, но выглядит, ну, явно не умнее своего брата. Ну, он хотя бы в камеру смотрит, не то, что его брат. Нет, этого не может быть. У нас звук выигранки имеются. И всё в порядке. Ну, всё, идём? Идём, идём, под обед. Я знаю, что для тебя важнее, чем судьба старого друга. То есть, по сути, брат, ну, шикарно справился, ну, не то, что шикарно, но справился со своей ролью. То есть, он зачитал, ну, как зачитал, пошевелил ртом и ушёл, как это было в самом клипе. А пацанчик, судя по всему, что-то не понимает, под звуки шагов подумал, что это он должен идти. Для вас играли и комментировали. О, боже, как же я обожаю это автопроизведение. Данёк Федосеев и Ваня Будяков. Ладно. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, просматривайте. Это самое наше лучшее видео. Это самое наше лучшее видео. Мне страшно представить, что у вас там ещё за видео. Ну, давай подписаться, какой мой приз получит. Окей, пишем адрес. Пишите адрес мне, и я вам пришелаю приз. Ладно. Главное, просматривайте, а вы молодцы. А пусть опять... Поставь пять, и всё, заткнулось. Ну, то есть, пацаны, они заставляют, ну, точнее, призывают нас просматривать. А если мы подпишемся на них, то мы получим какой-то приз. Только вот вы свой адрес напишите. Ссылочку на это видео я оставлю в описании. Вот, ну, они приз обещали. Чё, они дадут нам призы? Они шо, офигели? Можете зайти, заценить сами, порофлить. Возможно, я это сделал не смешно, но да ладно. Ну, и в заключении хочу сказать, что если вы подпишитесь на мой канал, то я вышлю вам какой-нибудь приз. Вы только адрес пишите, ага. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин